АЛЕКСЕЙ КАФАНОВ Такой же кружок, но он, к сожалению, оказался плохим, слабым. Тут не делали радиоуправляемых моделей вообще, а я мечтал до этого уровня добраться. И так у меня вот эта мечта накрылась. Но руками что-то делать мне очень нравилось. Как все пацаны нормальные, я с детства резал себе из дерева оружие всевозможное, автоматы, пистолеты. Я кое-что сохранившееся показал в другом блоге. А это револьвер Наган, образца 895 года, с некоторыми моими дополнениями. На этот раз он сделан только из дерева. И спусковой крючок у него в наличии, зато нет ударника. Ну, разумеется, изначально ударник был, но вот потом утратился. А затем, в 15 лет, когда я уже вовсю учился играть на гитаре, мне вдруг приспичило эти свои навыки столярные применить в музыкоделенном ремесле. Я решил себе сделать гитару. В каком-то из самоучителей по гитарной игре была схема нарисованной гитары. Я ее себе перечертил, все продумал. Думаю, ну что, нормально, все понятно. Пружины, деки, обечайки, все ясно. И тут меня заколодило на том моменте, что где я возьму доски такого размера. Гитара очень большой инструмент. И таких досок на помойках Петербурга, Ленинграда раздобыть, в общем, было нереально. Я подумал, что надо сделать чем-то поменьше, попроще. Меньше гитары, что у нас? Скрипка. Итак, я начал делать скрипки. Я сделал их две. Очень плохие, очень страшные. Сделал к ним самостоятельно сам смычок. Натянул на него леску. И сидел в комнате, на ней безобразным образом скрипел. Ну, в общем, что-то извлекалось, какие-то звуки. А начинающие скрипачи даже на очень хороших инструментах играют немногим лучше. Значит, две скрипки были достаточно безобразны на вид. Но потом я дорос до третьей скрипки. И вот то, что от нее на данный момент имеется. Сделано тоже где-то там лет 15-16. Нижняя дека. Не помню, из какого дерева, из ерунды какой-то. Но вот она аккуратненько, очень как вытащена, тоненькая, хорошенькая. Гриф к ней приклеен. Голова вырезана очень. Вот посмотрите, тут если интересно. Она такая хорошая голова. Вот, можно в нее вставлять колки. Верхняя дека тоже была уже вырезана. То есть, то, что сверху накрывается. Обечайки гнуть очень оказалось трудно. Я даже сделал для них шаблон. Но что-то как-то у меня не получалось, чтобы разогреть на пару эти самые кусочки дерева, дощечки. Чтобы они легли по нужной форме. Что-то они у меня как-то не ложились. Поэтому на обечайках я заострял. Все это на полоске, которая вот тут идет сбоку, между деками. И, к сожалению, вот эта третья скрепка так у меня и не состоялась. Так вот она могла бы, собственно говоря, прийти к какой-то рабочей форме. Ну, вряд ли бы она хорошо звучала. Но, тем не менее, вот такая вот вещица сохранилась до сих пор. А затем я уже стал профессиональным музыкантом и играл в группе Лос Мачетес. Мы играли средиземноморский этно-рок цыганский. Такое удивительное сочетание. И нужно было какие-то необычные инструменты, чтобы они не столько даже звучали, сколько выглядели эффектно на сцене. И вот один из инструментов называется басовый кофан. Поскольку я кофанов, то, естественно, название я придумал по своей фамилии. Вот он такой вот, совершенно необычной формы. Я ее долго придумывал. Я ее даже рисовал и из пластилина вылетал эту форму. А потом долго очень соображал, как мне выкроить из фанеры вот эти самые части, деки. Все сделано из фанеры, естественно. Где у меня здесь было хорошее ценное дерево. Это велончель. Она сделана под велончельную струну. И вот эти вот самые скосы, удивительные, нужны для того, чтобы свободно можно было смычком работать, его наклонять от первой к басовой струне. Струны я даже купил, но сейчас их у меня уже нету. Здесь должно быть 4 струны, 4 отверстия деколков. И здесь они должны были вставляться в отверстия на верхней деке. Но я все покрасил масляной краской, предварительно, грубо, поэтому все выглядит довольно страшно. Но вот такая космическая форма. Я хотел на этом играть смычком, но попытался найти смычок велончельный. К сожалению, оказалось это очень дорого. Как ни странно, велончельный смычок это очень дорогое удовольствие. Я даже скрипичный смычок хотел тоже уже купить на крайняк, но не получилось. Ну, кроме того, это просто оказалось не нужно. Потому что руководитель группы что-то как-то к этому отнесся достаточно равнодушно к этой моей идее. Выступить с новыми инструментами. Но на ней можно было играть и пицциката. Пум-пум-пум-пум-пум. В принципе, звучала она достаточно, конечно, примитивненько, но нормальные басовые такие звуки получались. Когда я на ней натянул одну струну. Одну, потому что сделать колки, то на что натягиваются струны, оказалось тоже очень трудно. Потому что нужно очень твердое дерево, чтобы оно не разрушалось от натяжения струны. Там же очень тоненькая такая палочка должна быть. И где такое твердое дерево раздобыть, опять-таки, непонятно. Поэтому я сделал, по-моему, из березы. Она, разумеется, разрушилась. И вот один колок у меня несчастный был. Вот, тем не менее, басовый кофан. А вот другой инструмент. Кафан малый. Он уже, в отличие от басового, реально играющий. Значит, смотрите, он трехструнный. Здесь я не поленился все-таки сделать колки. Тоже голова грифа вот такая у него. Вот так вот, чтобы было видно. Не такая, конечно, изящная, как у скрипичного моего изделия. На мензуру гитары рассчитаны. Гитарные струны стальные стоят. Настройку можно делать любую, какую захочешь. Вот. В этой выпуклой деке, накладке на деку, конечно, никакого функционального значения нет. Ни на звук она не вылияет, ни на что. Она просто прикольно выглядит. Нижняя дека плоская, из фанеры. А это я не поленился из деревянной, даже из какой-то хвойной доски. Наверное, сосна, я не знаю. Вырезать тоже она тоненькая. Вот. И здесь стоят гитарные стальные струны, как я уже сказал. Безладовая, что, конечно, затрудняет интонирование, попадание в нужные ноты. Зато дает возможность делать глиссанды без вот этих вот зубчиков, как и на гитаре с ладами получается. Бру-бру-бру-бру. А тут получается плавное. Если на собачице на этом играть, то можно очень даже неплохо это делать. Я это продемонстрировал даже в своем одном клипце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вообще, может быть, достаточно эффектная партия в какой-то такой фольклорной группе. Но, опять-таки, руководитель нашего ансамбля «Лос Мачетес» не проявил должного энтузиазма по поводу этого инструмента. А, кстати, вот еще. Такая вот сложная форма нужна для того, чтобы легко добираться до высоких позиций. Как бывает, гитара с вырезом, как он там называется, не помню. Чтобы не дотягиваться через, не вот так вот, а спокойно прижимать высокие ноты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если прижимать мякотью пальца, то звук вот такой вот рыхлый. А если ногтем, то он становится гораздо более звонким. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, наконец, ударный инструмент. Вот такая вот штуковина. Тоже из фанеры. Покрашенная масляной краской. Вот она пустотелая внутри. У нее есть три секции, как видите. Это уже не для группы «Лос Мачетес», а для группы «Ультрафон». Мы играли с этой группой наши обработки мировых и советских хитов. И параллельно начали делать мою программу авторскую на древнерусские языческие мотивы. И вот нужно было какой-то ударный инструмент. Мы думали, на чем бы нам ритм отстучать? На чем бы, на чем бы. Вот это вот название, от этого словосочетания. И стало названием инструмента «Начем бы». Африканский ударный инструмент. Несколько позже я узнал, что, оказывается, фанерная перкуссия существует. Называется «Кахон». Практически как мои кафаны. Может быть, потом музыковеды будут думать, что кахон тоже от кафанова произошел. Я не знаю. Сейчас покажу, как это звучит. Садимся на стул. Кладем это между ног. Вот этими штуками на колени. И руками. Здесь как бы более высокочастотные. Здесь низкочастотные. Его можно даже так вот раскачивать до достаточно басовых звуков. Я уже и тогда-то толком не умел на нем играть. Сейчас, тем более, разучился много лет, этого не пробовал. Поэтому и ритмы кривые, и звукоизвлечение, естественно, кондовое. Но, в принципе, из такой барабашки можно извлекать весьма... ...разнообразное звучание. Ну, конечно, по мозгам оно бьет. Эстетизма особо в нем нет. Но если насобачиться, если научиться, то, наверное, можно извлекать и более благообразное, благородное звучание. Ну, а так сложилось, что и этот инструмент в реальной концертной практике не понадобился. Потому что это уже было начало 2000-х годов. И тот некоторый всплеск, который был в 90-е, всплеск возможностей для выхода на сцену, уже накрылся. Все арт-директора клубов нам стали говорить, что мы не формат. То, что мы играли на русских народных инструментах, в общем, рок. А это тогда было в новинку, никто не понимал, как это и что это. И нам путь на сцену совершенно перекрыли. Мы очень редко выступали, раз в месяц, потом раз в полгода. Ну, и, разумеется, группа пороспалась. Хотя играли, в общем, достаточно неплохо. Но с тех пор я больше уже не баловался созданием музыкальных инструментов. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok